Девочка-пай Добрый день, дорогие любители шашек! Мы с вами сегодня запишем очередное видео и посмотрим, попробуем поанализировать партии спортсменов, которые были сыграны в лично-командном турнире, который состоялся 13 января 2020 года. В 20.30 по понедельникам проходит лично-командный турнир на сайте Гамблер. Вот в этом турнире приняло участие 53 спортсмена. Видите, достаточно большое количество людей набирает турнир. Проводится он по правилам классических русских шашек. И первое место в этом турнире занял игрок с ником Шоня. Это питерский мастер известный Анатолий Шумилов. Я с ним лично знаком. Его игра отличается напористостью, какими-то нестандартными идеями. И с учетом того, что контроль данного турнира 2 минуты плюс 2 секунды на партию, то есть примерно около 3 минут, мы с вами сейчас посмотрим, как же ему удалось этот турнир выиграть. Видите, он одержал 5 побед, 5 партий, закончил ничью. Уверенное первое чистое место. Ну и давайте посмотрим, как он играл. В первом туре соперником Анатолия был игрок с ником Гера. Вот, Анатолий играл черными. И давайте попробуем поанализировать, как же происходила борьба. Вот на сайте Гамблер, чем хорошо партии и турнира записываются. И видно, даже сколько секунд спортсмен подумал в том или иной позиции. Пока разыгрывается дебют. Белые предлагали сыграть игру Блиндера. Черные отказываются. И вот возникает такая ситуация, когда у белых 3 шашки на большаке. Вот черные пытаются каким-то образом упереть белых в колонки. Да, видите, на ЦБ4, ДЦ5 последует. На ДЕ3 размен. Последовал ход АБ2. И вот нестандартный ход от Анатолия. На падение ДЦ5. Последовало закрытие. В этой позиции, как правило, черные проводят еще один размен. То есть отдают шашку. Видите. И меняются. Получая достаточно... Отбивают одну, вторую, третью, четвертую. Но отдали уже три. Да, поэтому сейчас белые собьют. Ну и, в принципе, я бы эту позицию оценил в пользу белых. Почему? Центр есть. Шашки развиваются. У черных борта. Естественно, на такую позицию идти Анатолий не хотел. Поэтому последовала жертва. И нападение. Вот. То есть... Черные напали. На шашку. Белые отошли. Ничего страшного пока не произошло для белых. Но уже, так сказать, снять с варианта удалось. Белым сейчас придется играть своими мозгами. Последовало нападение. Смотрите. У черных этот гробик из шести шашек. Б8, А7, Б6, С7, Д6, С5. Он очень ограничен. Ну и у белых, обратите внимание. А3, А5, Б2, С3, Д4, Е3. И стоящая за ними шашка С1, С7. Да. Но у белых центр. Поэтому, конечно, жертва такая достаточно нестандартная. Я думаю, что все-таки преимущество здесь у белых. Давайте посмотрим, что они с этим сделали. То есть, отдали шашку. Черные сбили. И последовала связка. Теперь черным надо придумывать вообще, что делать. Потому что просто отменяться назад. Три свяжут шесть. Да, естественно, позиция не очень хорошая. Последовал ход ФЖ7. Немножко плохо шашки двигаются. ФЖ7. Видите, грозит удар. Черные грозят отдать. И после боя двух просто сбить назад. Видите. В шашках это называется угроза. Белые побьют. И черные три в дамке собьют. Поэтому ход идейный. Белые в ответ ходят в БЦ3. И последовала размена. Эти шашки ушли. И смотрите. Давайте попробуем оценить позицию. Конечно, позиция черных на грани проигрыша. Надо это честно сказать. При своем ходе они бы успешно разменялись. Но сейчас же ход белых. И белые уверенно связали. Теперь смотрите. В связке стоит шесть черных. Пять белых. И шашка С1 имеет несколько запасных ходов. Объективная позиция черных проиграна. Но надо это доказать. Хочу обратить ваше внимание. Вот на какой момент. Над ходом ФЕ7. В момент, когда черные напали. Над следующим своим ходом белые продумали 52 секунды. То есть это очень много. И фактически через несколько ходов наступил такой момент, когда времени у белых на раздумье не так много. Выиграть хочется. А решать что-то надо. Последовал, как я уже говорил, размен. Белые вышли в центр. Черные Е6. Задача черных играть побыстрее. Чтобы перед белыми какие-то поставить заботы. Угрозы черных пойти в Ж5 попробовать подорвать поле Е3. Либо каким-то образом завязаться. То есть в Е5 сходить. А Ж3. Логичное достаточно решение. Вторым планом, который можно было бы проводить. Был бы план с разменом на Ж3. Пойти в эту сторону. Поменялись, поменялись. Ну и здесь надо смотреть, куда бы черные ходили. Честно говоря, хороших ходов особо не видно. Потому что на ФЖ5 последует такой размен. И бить С5 нельзя. Надо бить шашкой сюда. Ну и связка остается. Пришлось бы, видимо, черным пойти в Ж6. Да, и опять пытаться провести вот эту вот идею, которую я уже показывал. Допустим, заняли борт. Куда-то сюда. Грозим отдать две. Побить две назад. Пока ход белых. Мы не могли пойти сюда. Теперь видите. И размена нет. Вот такого. Потому что белые сбили. Сбили. И проводят простой удар. Попадая в дамки. То есть я думаю, что ход ФЖ3 был более логичен. Вот в этой позиции. Ну черное. Белые выбрали АЖ3. Последовал размен вперед. Фактически у черных играет одна. И вот шашка АЖ8. Две шашки. У белых достаточно большое количество. Дальше последовал выжидательный ход. И уже приходится черным что-то придумывать. Нет хорошей жизни. Они вторгаются на поле 2-4. Смотрите. Теперь давайте посчитаем. У черных раз, два и третий ход туда. Видите. То есть возможно вот этот ход СД2. СД2 был ошибкой. Логичнее было как-то вот в эту сторону двинуться. Потому что связывать потом лишний ход будет. А на вторжение дальше шашка не пошла бы. Но в партии выбрали СД2. Черные вторгаются. И начинают сразу лезть далеко. В чем идея? Идея в том, что хода у белых скоро закончится. И придется подрывать пункт Д6. Что в принципе приведет к тому, что позиция черных станет вполне себе нормальной. Белые ждут. Ну не знаю. Наверное этот ход лишний. Потому что от этого выжидания выигрывают только черные шашки. Видите. Ж1 ушла на H2. Что он там будет делать? Не очень понятно. А с Ж3. Уже с Ж6. И ходить куда-то надо. Ходить некуда. Теперь приходится подрывать. Черные сбивают. Побили. Побили. И обратите внимание. Теперь вся эта связка. Все, так сказать, плохое, что было у черных. Естественным образом развивается в центр. Видите. Сейчас последует размин. Но при этом надо смотреть на угрозы белых. То есть если черные просто где-то подождут. Бой-бой. Белые займут С5. Ну конечно. Мастер не даст такой возможности. Последовало вторжение и размин. Видите. Шашка на H2 неудачно. Так можно было просто поменяться. Пойти в центр. И уравнять позицию. Здесь же белым надо что-то придумывать. Видите. Шашка А3 и Б4. Стоит не очень удачно. С этой стороны нападений на шашку Д4 нет. Поменяться. Ну просто будет катастрофический разрыв сил по флангам. Белые ждут. Черные тем временем, видите, выстраивают колонку. Хотят загнать шашку на борт. Последовал размен. Черные опять в центр. Как только шашка уйдет на борт, они двинутся на С3. Потом на Ф4. Эти пробегания в дамке могут ничем не закончиться. Белые решили форсировать переход в ничейный эншпиль. Пошли. Жертва шашки. Хотят прорваться. Естественно, шашка убирается. Последовала еще одна жертва. И вот смотрите. Белые перешли в эншпиль в надежде. То есть, в надежде занять большую дорогу или отъесть какую-то одну из этих шашек. Честно говоря, можно и не успеть это сделать. С учетом того, что времени у белых уже к этому моменту оставалось совсем мало. То есть, около 10 секунд, 10-15. А черным просто надо завести шашку в дамке и оставить себе большак. С учетом того, что дамка сейчас пока каких-то активных действий не предпринимает. Вполне себе выполнимая задача. То есть, черные пошли. Эту шашку двигать нельзя. Ждем. Практически успели. То есть, белые не успели напасть. Видите, они не успевают нападать на эту шашку. С какой стороны можно напасть? С С3, либо с Ж7. На С3 бежать не получается. Черные просто откроют дамку на Е1. Видите. Белые пошли на А4. Хотя с этой стороны. Черные не дали. И фактически получили выигранный Эйншпиль. Теперь осталось только технично довести шашку в дамке. Обычно в таких Эйншпилях рекомендуется дамку поставить за шашкой. Перевести на поле А8. И потихонечку эта шашка пойдет. Потому что она одна. Шашка А7 не нападается. То есть, я бы избрал бы в этот момент вот такой вот план. То есть, напасть. Дамка куда-то переходит. Поставить дамку за шашку. Перевести дамку на поле А2. Видите. Если дамка будет держать, у нас есть выжидательные ходы дамкой. И потом потихоньку шашка идет. Ну. Анатолий выбрал другой план. Сразу пойти в дамки. Видите. Нападение на шашку парируется закрытием. Вот. И пока шашка держится, эти дамка мешают идти. Ну. Есть шашка, которая по борту путешествует в дамке. Последовало АБ6. Белые решили напасть. Ну. И нападение окончательно проиграло партию. Почему? Потому что попадают под связку. Под петлю. Черные отошли. Надо бить. И поймали. Белые в этой позиции сдались. Интересная партия от Анатолия. Прошел через проигрыш. Но заставил соперника задумать. Очень нестандартная игра была. Соперник немножко ослабил хватку. И это помогло Анатолию выиграть. Давайте посмотрим еще одну партию. Анатолий играл белыми. С игроком киллер рук. СН4. СД6. И вот. Один из любимых вариантов Анатолия. Вариант его нового отыгрыша. То есть следует вместо отыгрыша черных. Следует размена на Ж5. Позиция черных очень подозрительная. После этого размена. Некоторые утверждают, что дебют вообще проигран за черных. Но доказать это за 3 минуты. Мало кому удается. Давайте посмотрим, что изобрели белые. Ну, нападать вынуждены. Видите, и закрывается. То есть идея черных построить какой-то ударный кулак. И атаковать шашки белых. Последовало нападение. Черные смело идут вперед. Проблема на фланге есть. Но пока черные, в принципе, уже следующим ходом могут не решить пойти до Е5. Видите, и размен появляется, и колонка появляется. Например, ДЦ3. Да и Е5 последовало бы однозначно. Пытаются выбить шашку. И вот белые не справились с фиксацией слабостей черных. Переходят в простую открытую позицию. Видите, у черных проблема есть. Они от нее следующим же ходом избавляются. То есть последовало размен. Равная позиция абсолютно стоит. Белым надо успеть подтянуть шашку на С3. Разменяться. Шашка С5 будет под игрой. Позиция примерно равная. Давайте посмотрим, что было в парте. Белые тянут. И черные тянут отсталые шашки. Видите, от нападения спасаются разменом по две. Следует логичный размен назад. Шашка С5 под игрой. У белых колонка. Есть размен, есть нападения, есть какие-то ходы. Шашка H2. То есть пока у белых никаких забот нет. Просто никаких. БС7. Вот это достаточно коварный план. Вот на что он рассчитан. То есть черные хотят шашку Д8 тихонечко привести сюда. На поле Б6. И угрожать каким-то проливом. А у белых здесь всего две шашки. Надо быть аккуратным. Сейчас белым. Смотрите внимательно, что же будут делать черные. Минуточку. Последовал ход ЖФ4. ЖФ4. ДЦ7. ЕД2. Видите, белые выстрели колонку. В принципе, логично играют. Грозят сами прорваться на этом фланге. Черные защищаются. Теперь, в принципе, можно было уже поменяться. Можно. Ну, белые, в принципе, неплохо играют. То есть они ждут. Угроза поставлена. Очередной выжидательный ход. АВ4. Вот этот ход содержит в себе хитрую ловушку. Дело в том, что белым надо куда-то пойти. Пойти в Ж3 не получается. Потому что последует ход на Д6. Правильно. ДЦ3 нету. И белые решили напасть. Вот. Чего черные ждали. Последовал незаметный удар. Пошли. Надо бить. Черные отдают. Взрывают поле. Сбивают. Две шашки в дамки. И обратите внимание, теперь шашка А3 вынуждена бить. Все вот эти жертвы черных были не напрасны. Потому что они дамкой успевают сбить шашки белых. И в этой позиции победили. Ну, давайте вернемся вот в этот момент. Ключевой момент в партии. Черные поставили ловушку. Белые ее не разгадали. Несмотря на то, что количество времени, в принципе, было достаточно. То есть в этот момент у белых 45 в конце осталось. 9 секунд они продумали. То есть надо посидеть, подумать. Время распределено правильно. Видите. И у обоих соперников 50 секунд было тут 40. На. Видимо. Правильным планом была жертва шашки. То есть отдать. И поменяться. Черные должны сбивать. Белые сбили. И обратите внимание, после хода АВ4 у черных связка. Белые угрожают пойти ФЖ5, ДЕ3 пробить. То есть придется пойти куда-то сюда. Или, наверное, скорее всего, вот ЕФ6. Да. Потому что после БА5 как-то связка осталась. Белые вторгаются. Видите. Тут 2 против 2, а тут 2 против 4 держит. И Е1 лишнее. После этого вторжения черные поменяются назад. АСЖ5. Видите. До прорыва далеко. То есть придется. Логичнее за черных. Ну и правильнее. Пойти сюда. Грозит размену ФЕ5. Грозит черные пойти на это поле. Удар проводить вынуждены. Белые. И после этого удара. Сбивают 3 шашки. Черные вынуждены отдать. И побегут в дамки. С учетом того, что они быстрее бегут. Я думаю, что каких-то проблем. Видите. Белым надо куда-то поставить дамку. Если поставить на Д8. Черные успеют поставить дамку и занять большую дорогу. Если поставить на Б8. Черные отрезают. Грозят занять большую дорогу. Белые ничего с этим поделать не могут. Партия закончится в ничью. Что привело в этой позиции к победе. Знание каких-то идей. Более чем уверен, что Анатолий. Идею комбинации знал. Ну а белые. Ее узнали. Уже во время партии. Поэтому. Отдали очко за красивую идею. Анализируйте партии. Спасибо за внимание. Желаю всем успехов. Увидимся. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...